Я, человек, который смогла у вора отобрать телефон, нанести ему побои. Еще пришла на собеседование, и я говорю, а что изменилось? Она говорит, все. Она говорит, изменилось все. А что все, говорю я. Она говорит, изменилась моя походка, изменился мой взгляд, изменился мой голос. У меня, говорит, вообще голос появился. У меня голоса раньше не было. И она мне говорит, я была молью, а теперь я бабочка. В Китае до сих пор устраивают публичные казни, отрубание руки, публичная казнь. И толпы народа стоят и смотрят, как льется кровища. И то же самое ровно происходило, когда работала гильотина в Париже. И летели головы. Народ не только стоял, смотрел. Они еще с кружками под гильотину ныряли, чтобы кровь с головы сцедить. И этой кровью либо напиться, либо умыться. Считалось, что кровь очень целебна, особенно кровь королей. Нужно учиться дифференцировать, опираясь на свою интуицию. Страх подсказывающий, страх направляющий. Действуй, иди, пробуй, стремись туда. И страх останавливающий. Остановись, нельзя, не ходи, опасно. То есть учитесь дифференцировать боязнь реальной опасности от боязни просто какого-то мелкого облома. Человек часто видит лишь наружную форму, наружную сторону чьей-то жизни. Отсюда рождается зависть. Люди завидуют внешним признаком успеха. Они видят красивую машину, шикарную жену, любящего мужа. Они не видят весь бэкграунд, который стоит за этим. То есть они не видят долгие десятилетия труда, которые люди вложили, чтобы это создать и получить. Им с неба это не упало. Люди не видят также испытаний, которые постигают того или иного человека. Я считаю, что в жизни есть равновесие, абсолютное равновесие во всем. То есть мне кажется, что каждому человеку Бог дал одинаково. То есть если сложить наши все плюсы и минусы, например, дается шикарная внешность, но при этом безмозглая голова. Я это называю закон одного козыря. Обычно у человека есть только один козырь. Если у вас есть два, то вы уже прям в шоколаде, честно. Но у вас обязательно будет два каких-то демона, наверное. Это могут быть какие-то неконтролируемые страхи, это может быть непреодолимая болезнь, это может быть наклонность к депрессивным состояниям. Не просто потому, что вы такой человек мрачный, а потому что у вас биохимические системы организма работают вот таким образом. И у вас по-другому вырабатываются вещества. И люди обычно видят только наружную часть истории и не видят внутреннюю. Я давно перестала быть комфортной, не считаю это нужным, не хочу тратить на это время. Я иногда пытаюсь с этим работать, но всякий раз, когда я с этим работаю, я понимаю, что не достигается какая-то другая, более важная и значительная цель. Цель здесь не развлекаться на земле, а что-то сделать. До конца я, честно говоря, сама не понимаю, что именно, но интуитивно чувствую, что мы должны что-то сделать и каким-то образом преобразовать эту жизнь к лучшему, потому что небольшой прогресс все-таки наблюдается. Не так давно жгли женщин на кострах в Европе, 300 тысяч человек сожгли. И жгли, как в основном выясняется, богатых женщин. Это либо наследницы больших состояний, либо в редких случаях, когда женщина оказалась прозорливой и смогла каким-то образом сама в редчайших случаях обзавестись хоть каким бы то ни было имуществом. Всякий раз, когда инквизиция расправлялась с ведьмами, следующим этапом шла приватизация ведьминого имущества. И это был главный мотив. В Японии до сих пор используются пытки, официально разрешены государством, при допросах используются пытки. В Китае до сих пор устраивают публичные казни, отрубание руки, публичная казнь, и толпы народа стоят и смотрят, как льется кровища. И то же самое ровно происходило, когда работала гильотина в Париже, и летели головы. Народ не только стоял, смотрел, они еще с кружками под гильотину ныряли, чтобы кровь с головы сцедить, и этой кровью либо напиться, либо умыться. Считалось, что вот кровь очень целебна, особенно кровь королей. Это тоже был один из мотивов толпы, чтобы короля убить и, в общем, прикоснуться к его священной крови. Дело в том, что то, что я говорю, это крайне важно, это очень важно. И я приучаю себя к тому, чтобы не нравиться людям. То есть я не озабочена задачей понравиться. Моя задача максимально выполнить ту цель, которая, как мне кажется, вмонтирована в меня и не может по-другому реализоваться. Мне тяжело слышать скрипящие стулья, ощущать запахи, особенно запахи пота. Болезненно тяжело видеть огоньки на экранах, на, не знаю, на этих телевизорах. То есть везде, где я остаюсь, например, в отелях, я просто объясняю, да, что вы можете снаружи видеть одно, а внутри совершенно другое. Мне приходится заматывать это все полотенцами, лейкопластырями. Попробуйте на 4-метровый потолок залезть в номере и заклеить мигающую красную лампочку, которую вот я, например, вижу через веки. Она мне не дает спать. У меня не вырабатывается мелатонин. Я утром разбита. То есть это жесть. Особенно, когда вентиляция не регулируется из номера, она регулируется целиком по всей гостинице. И мы живем в условиях, в которых человек ничто. То есть его потребности, его там, не знаю, какие-то ранимости, мироощущения, комфортность состояния, особенно творческого человека, никак, нигде и никем не учитывается. И если эти паркинги увидели, что у вас есть деньги, и вы там один раз штраф заплатили, вам эти штрафы будут по 3 тысячи вечно. Вы оплачиваете парковку. Но они будут вам прилетать каждый месяц, что вы якобы на 3 минуты позже оплатили. Вы задолбаетесь звонить. Понимаете, не можешь же судиться с ними за 3 тысячи. Вроде как проще оплатить. И все приходит к тому, что постепенно люди избавляются от машин и ходят пешком. А возможно, отменят вообще транспорт частный. Или сделают условия его пользования настолько невозможными, невыносимыми, что мы будем как стадо пользоваться теми благами общества, которые нам дозволят использовать. Мне это всегда было крайне неудобно, неприятно, некомфортно. Меня это всегда выводило из себя, потому что вместо того, чтобы думать о чем-то важном, по-настоящему важном, приходится думать вот об этом всем. Вы понимаете, я не могу, например, работать в грязном помещении. Я в этой стране отмыла, наверное, больше тысячи точно со своими сотрудниками, отмыла больше тысячи помещений. Количество жвачек, которые я отскребла, от лестниц общественных, просто потому, я не знаю, как даже их исчислить, просто потому, что мои клиенты пойдут по этой лестнице один раз завтра в Москве, один раз. И можно, конечно, стереть ноги до шеи в поисках того, кто должен эти жвачки отскрести. А можно в самой взять ёрш и почистить этот унитаз. Просто чтобы в самой на этот унитаз не садиться вот такой безобразный и дурно пахнущий. Музы не обитают в грязи. Это тысяча процентов. И если человек в какой-то момент снижает планку, снижает планку требований к себе, к своему жилищу, к своим вообще каким-то окружающим моментам, он не может достигнуть топовых результатов. Это невозможно. Я искренне не понимаю, почему, например, дверь, её не придержать рукой. Обязательно нужно хлопнуть, чтобы все обратили внимание. Я искренне считаю, что в людях сидят бесы. И что каждый бес хочет пищи. И когда, например, человек хлопает дверью или у него звонит телефон посреди концерта, это бесятина. Потому что туда образуется воронка энергии, и человек сдаивает эту энергию. То есть он главный в этой ситуации. Я считаю это колоссальной жестокостью. То есть жестокостью по отношению к артисту, лектору, выступающему. Это не понять эту степень напряжения. И Хворостовский не просто так раком мозга заболел. Потому что то напряжение, которое человек испытывает на сцене, трудно с чем-либо соизмерить. По моим наблюдениям, например, наиболее выгорающие типажи среди артистов – это вокалисты. Потому что вот нам голос дан речевой, и мы его используем порой бездарно. И мне нужно сконцентрировать энергию не на то, чтобы там каждого попросить сделать что-то, что я попросила и не делается, а на лекцию. Мне это очень важно. С огорчением вынуждена вспомнить фразу, которую сказал Христос. «И враги человеку домашнее его». Это первое. Второе. Высоцкий пел. «Пророков нет в Отечестве своем, да и в других Отечествах не густо». Владимир Семенович также перефразировал библейскую фразу, которую сказал Христос. «Нет пророка в своем Отечестве». Христос в родном городе, в городе, где он родился, в городе Вифлеем, не мог совершить ни одного чуда, потому что его родные там, не родные, а сводные братья и сестры, знакомые, соседи, друзья, они говорили ему и смеялись над ним, «Ты сын Бога живого? О чем ты?» Я сейчас… Вот это обесценивание, особенно ближним кругом, да, обесценивание, просьб, там, я не знаю, обращений, надежд, каких-то ожиданий, оно приводит к тому, что у человека не становится сил и возможностей что-то действительно совершить. Не в смысле, что война между родственниками, а в смысле того, что реализация возможностей и потенциала человека в окружении ближних людей очень часто становится невозможной физически. И Христос говорит, «И бывает друг более привязанный, нежели брат». Казалось бы, кровное родство, вот брат или сестра, вот их родила одна мать, но бывает друг более понимающий и друг более привязанный, нежели брат. И я бы посоветовала развивать наблюдательность, просто наблюдательность, просто видеть иногда, что человек устал. Я недавно послушала лекцию Анны Валентиновны Кирьяновой, я ее часто переслушиваю, и вот она прочитала коротенькую лекцию, десятиминутную, о том, какие есть признаки, что человек вас любит. Ну, я надеюсь, вы уже все поняли, что смысл-то жизни. Жить ради чего-либо другого смысла нет вообще. Мы живем только ради любви. Ради любви в творчестве, ради любви дружеской, любви эротической, ради любви к науке, любви к познанию. Древние греки выделяли более 20 разновидностей любви. Клайв Степплс-Льюис выделил 5 вариантов любви и один из них – это агапы, божественная любовь, нелицеприятная, которая некоторых людей может иногда наполнять, когда человек близок к Богу. И мы любим вне привязанности, каким-то выгодам, пользам, интересно нам, неинтересно с человеком, а вот просто какая-то сопереживающая, понимающая, поддерживающая любовь. И она действительно бескорыстна, потому что вас не оценят вот в этой любви и в этой какой-то помощи. И Анна Валентиновна говорит, что если человек не спрашивает, замерзли ли у вас руки зимой и вы без перчаток, он не любит вас, ему плевать на вас, он равнодушен к вам. Это не значит, что он там бегает вокруг вас и шарфиком старается во всех местах обмотать, проявляя навязчивую заботу, но если он даже не интересуется, ели ли вы, спали ли вы, что было с вами, ему наплевать, то есть он не видит ваших потребностей, он не любит вас. Когда человек представляет вас и не говорит, что, например, вот это мой друг или вот это мой любимый человек или вот родители, вот это моя девушка, а вот это мой муж, это моя жена, а вот это там мой руководитель оркестра, да, или мой там преподаватель, наставник, или мой тренер по шахматам. Если человек не использует слово «мой», представляя этого кого-то другим, это значит, что он не любит вас. Вы просто функция, винтик. Возможно, вы нужны финансово, возможно, вы нужны как-то еще в организационном ключе. Может быть, от вас зависят какие-то ключи, двери, адреса, я не знаю, но если человек, представляя вас, не говорит, а вы рассчитываете, что это дружба, это мой близкий друг или это мой лучший друг, а вы считали его лучшим другом. Анна Валентиновна считает, что нет любви. Когда человек любит, это оберег этой любовью того, кого он любит, понимаете? Но обесценивание разрушает, разрушает все. И источники любви в нас очень ограничены. Мы можем их только просить там, потому что, как говорил Христос, я лоза, а вы мои ветви. Ветви не могут без лозы расти, то есть вам нужен источник какой-то пуповины от неба, чтобы наполняться, потому что мы ведь не сами по себе здесь родились и ходим. У каждого на руке печать Бога есть, каждый неповторим по-своему. И убрать одну черту у человека, вспыльчивость, это уже не тот человек будет. Убрать его упрямство, например, из него убрать, это уже не тот человек, уже комплекс вот этих качеств будет совершенно другим. Страхи напрямую связаны с отсутствием любви. Любви к Богу, любви к себе. Я хочу выделить одну очень интересную разновидность страха, когда мы испытываем волнение. Вот в каких ситуациях мы испытываем волнение? Например, перед собеседованием. Почему нам страшно? Потому что мы представили, если нам это важно, вот эту позицию получить, вот эту должность получить, и мы на мгновение представили, что не получится, или есть другие конкуренты, или я как-то проявлю себя плохо, там, не знаю, на экзамене, или шестое по счету собеседование не пройду. Нам страшно. Вот страх этого рода говорит о том, что вы идете по верному пути, и вам мега важно получить то, к чему вы стремитесь. Например, когда вы хотите, мечтаете работать диктором на телевидении, вот ощутите свои ощущения телесные, когда включается экран, и какой-то диктор классно говорит, или телеведущий. У вас такое волнение неприятное, начинаются ощущения, что время упущено, вам уже диктором не стать, на телевидение вы уже не попадете, некоторые начинают жадно слушать, а есть такие, которые выключат и будут нервно ходить по квартире и кусать губы. Я видела такого человека. Я сейчас о чем говорю? О том, что страх такого рода означает, примерил мое, боюсь не получить, и потому мне страшно, страшно, то есть вам страшно не действовать, а страшно не получить то, чего вы страстно хотите. Вот смотрите, даже слово страсть и страх, насколько они похожи, и слово страдание, страда, то есть насколько эти похожи корни. Это первая разновидность страха. Что в нем созидательного? Этот страх может являться намеком, важным намеком на то, что вам действительно важно. Если у вас нет ни эмоций, ни чувств, ни переживаний в отношении события, человека, все это тухляк, понимаете, просто тухляк, мертвичина. Следующий страх вот из этой же серии говорить может о том, что смертельно опасное нечто. Бывают такие страхи, когда человек ощущает, что нужно остановиться. Мне рассказывал охотник, что опытные медведи, которые отведали человечины, то есть есть медведи-людоеды, он не может остановиться. Человеческое мясо очень вкусное, сладкое. Есть даже свидетельства людей, которые побывали у людоедов в плену, и пока те ждали выкуп, пять дней они воздерживались, потом не смогли и вынуждены были есть то, что ели эти людоеды. И они утверждают, что ничего вкуснее человеческого мяса просто нет, как будто крышу сносит. До такой степени эйфория наступает, когда человек съедает. У нас полно, кстати, людоедов. Я с следователем одним говорила, статистика закрыта, но он говорит регулярно выскребаем мозги из морозилок. То есть приходим в холодильнике, мозги, кости, заготовки. Дети не просто так пропадают 20 тысяч в год в России. Есть сексуальное рабство, воровство органов. Не нужно прошляпить собственного ребенка. Нужно на курсы самообороны отдать, нанять мужика здорового для вашей дочки или сына и научить ребенка, чтобы он мог ключами отхлестать по лицу, в глаз взрослому ткнуть, укусить за нос, за руки, за открытые части тела. Инструкция не поможет. Нужно уметь это делать хотя бы в игровой форме с взрослым дяденькой. И тогда есть возможность, что ребенок не окажется беззащитным перед лицом опасности. Вот и все. А первый сексуальный опыт более половины людей получают в пределах своей семьи. Обычно здесь задействованы старшие братики, двоюродные, родные, ночи, проводимые на дачах и в других чудесных местах. И если вы сейчас вспомните свое детство, вы поймете, что я права. Смертельно опасные страхи, для того, чтобы их распознать, нужно учиться слушать свою интуицию. И по свидетельству охотника, взрослый опытный медведь умеет сварганить из своей собственной шкуры такой вот выворот, как будто медвежья шкура сброшена, он начесывает, делает начес, потом ровняет это все когтями и бросает на кусты или в общем низко, где в пределах обзора человеком. Человек идет и думает, ооо, шкура медвежья валяется, то есть даже не успев понять, что она здесь делает, ну шкура, она, во-первых, дорога, ее продать можно, во-вторых, ну, блин, классно, шел, шел и шкуру нашел. Вот не нужно подходить, потому что поблизости медведь, и он караулит. Когда человек идет к этой шкуре, есть фотографии, есть, это катастрофа, короче. Очень похоже на настоящую шкуру. Медведи, вообще животное, не так тупо, как может показаться. И вот когда человек лишен интуиции, он сделает шаг к этой шкуре, увидев ее. Но если интуиция есть, он и взгляд почувствует, и отойдет вовремя, и ружье достанет, там, я не знаю, перезарядит. В общем, короче говоря, нужно учиться дифференцировать, опираясь на свою интуицию. Страх подсказывающий, страх направляющий, действуй, иди, пробуй, стремись туда. И страх останавливающий, остановись, нельзя, не ходи, опасно. То есть учитесь дифференцировать боязнь реальной опасности от боязни просто какого-то мелкого облома. Не нужно относиться к себе очень серьезно. Ну и что, что ты проиграешь? У маленького процента людей страх не выиграть, у большинства страх потерять то, что у них есть сейчас. И вот важный водораздел между двумя этими страхами. Страх вожделенного чего-то необходимого и страх предстоящей смертельной опасности нужно постоянно внутри себя нащупывать и ощущать. Есть люди, которые опаздывают на упавшие самолеты. Есть люди, которые чувствуют, что будет что-то не так. Их может задерживать жизнь, время, вселенная, ангелы. В буквальном смысле слова. То есть человека может задерживать где-то, цеплять машину, не давать выйти из дома, задерживать. Вы психуете, идете. И вы видите, потом там в мясо какая-то авария, и там могли быть вы. Просто ваши небесные часы еще не пробили, и вас уберегло. Такое бывает тоже. Страшно признаться в любви. Что будет? Могут отвергнуть, могут посмеяться. Что еще может быть? Мужчин, то есть женщины формируют в мужчинах вот этот страх. Я видела однажды, как шла очень симпатичная девушка, и она тащила какую-то коробку. Подходила к дому, и молодой человек, симпатичный, хорошо одетый, так обрадовался, что увидел красотку. И он, позвольте, я вам помогу с коробкой. И она сказала, не надо мне ничего помогать. И он проявил небольшую настойчивость, и пошел все равно помогать. Но она ему что-то грубое сказала, и не расслышала, я из машины это наблюдала. Типа там «отвали». И причем вот это вот слово «отвали» из уст такой женщины, утонченной, красивой, хорошо одетой, прозвучало, вот как будто помоями его облило, как жаром каким-то обдало. Понятно, что он бедный прям. Я думаю, господи, вот как реально мужчинам тяжело бывает иногда, вот этот первый шаг делать, именно потому что ты не знаешь, что будет, страх неизвестности, могут вот себя повести неадекватно, еще какие-то вещи могут быть. Это трудно. И мужчинам нужно все равно вот учиться этот шаг делать. Вот учиться у голубей. Голубь – это такая птица. Обратите внимание, весной вот он кружится, кружится вокруг голубки, а голубка на нее внимания не обращает. Ну, он отряхнулся, и к следующий раз, там вокруг нее гулит, ходит, так? Она на него не обращает. Ну, он поворачивается, к следующей идет. Будьте как голуби, да? В этом смысле. Что такое катание ваты? Неуверенные, мямлющие, слишком дипломатичные люди, стараются как-то вот все так сказать, вот вокруг да около, чтобы всем понравиться, никого не задеть, всем угодить. А с чего вы взяли, что угодить? Всем в данной ситуации правильно. Ситуация будет повторяться до тех пор, пока вы не кинете вот эту иголочку дартс прямо в яблочко. Да, для этого нужна определенная смелость, для этого нужен какой-то дискомфорт, какая-то определенная прямота, иногда даже глухота, чтобы вы не слышали, что вам там несется в спину еще куда-то. Катать вату. Что это такое? Когда вы не можете открыть рот и ртом сказать, что вам не нравится, что вас не устраивает. Ну, здесь я могу сказать, что вот если вы листали тюремные словари, вот людей, которые ходят по улицам, и у кого вытаскивают кошельки, отбирают сумки, стукают их по затылку, тащат в подворотню. Вот этих людей называют терпилами. Ну, вообще, то есть для вора терпила – это любой, кто без сопротивления отдает то, чем он владеет. Я сейчас не говорю лекцию на тему кошелек или жизнь. Понятно, что лучше отдать неадекватную. Но я вспоминаю ситуацию, рассказанную одной девушкой в семинаре. Жизнь у нее шла тяжелая, она работала посудомойкой, в ресторане. Потом она что-то убирала в метро, откладывала каждую копейку, снимала комнату в коммуналке. Ей нужно было как-то устроиться, она хотела работать в офисе, а ее туда не брали. И плюс у нее было что-то вроде белорусского паспорта. В итоге она накопила деньги на то, чтобы прилично одеться, купила приличный смартфон, потому что в числе требований на должность, которую она себе нашла на Headhunter, было наличие смартфона, ноутбука, там чего-то еще. Ноутбука у нее не было, но смартфон себе новенький она купила. И вот идет она волшебное вся на собеседование. На Дев, как говорится, сразу все лучшее. Договорилась с подружкой, чтобы прийти там раздеться, снять сменку. Та возьмет в пакет. Ну, чтобы не прийти вот с этими пакетами. Как узнать русскую женщину? У нее помимо сумочки обязательно есть с собой пакет. За границей наших тоже, видать, у нее сумка и пакет. Очень много дел в пакете, все. И вот идет она. Подружка зазевалась, какие-то газеты, в общем, отстала от нее. И в этот момент пробегает какой-то воришка мимо. И хватает у нее, выхватывает из руки телефон. Тот самый телефон, на который она несколько месяцев копила. Плюс она идет на собеседование. У нее там контакты потенциального работодателя, какие-то тестовые задания. Она там вносила три дня. В общем, там вся, как говорится, жизнь. Портфолио, которое нужно предъявить на собеседование. И он быстрыми, мелкими шагами убегает. А она на каблуках. Что вы думаете, она сделала? Она скинула каблуки, орала, как резаные, и бежала за ним и кричала, помогите, остановите. Он украл мой телефон. Он бежал, он был моложе, бежал быстрее. И никто на улице не вмешался. Девушка не сдавалась. Она бежала, а как она рассказала, она бежала изо всех своих маленьких человеческих и женских сил. И когда она потеряла его из виду, и порвала полностью все колготки, она бежала в колготках по асфальту. Она решила, она говорит, я просто от безысходности, понимая, что капец, всему собеседованию, просто всему, справедливости какой-то нет, ничего нет, бегу, реву, тушь течет. И я решила просто все равно, я бегу от безысходности, я его не вижу, но продолжаю бежать примерно в том направлении, в котором он скрылся. И она видела, что он между домов забежал. И вот она говорит, я на каком-то наитии решила в этот же дом свернуть раньше, то есть в этот же двор. Она бежит, ну просто бежит и ревет, размазывая уже, никого не зовя на помощь. И тут видит она, он уже думал, погоня кончилась, он уже стоит, смотрит, значит, что-то там в телефоне ковыряется. А она с разбегу на него прыгает и кидает его на землю. Они начинают кататься. И говорит, он такой упорный оказался, он не отдает телефон, я ору ему, отдай телефон. Схватила телефон, в общем, они дерутся. В итоге отстал он от нее, сказал, сумасшедшая, бросен, значит, пошел. И она говорит, и стою я, платье разорвано, телефон разбит, с коленей и локтей течет кровь, вся в туши все размазана. Самое ужасное, говорит, пока мы боролись, там на земле лежала какая-то проволока. И она, говорит, царапала мне спину. И стоило ли оно того? Или вот бросить этот телефон и пойти? И ей все, ну так это что? Аудитория говорит, ты не пожалела, что ты сделала-то? И она говорит, вы знаете, нет, потому что, а все, ты что, ты что за сумасшедшая, что ли? И она говорит, не в телефоне дело, не в телефоне дело. Телефон работал, говорит, я позвонила, объяснила ситуацию, что можно я приду в другой день. Начальник настолько заинтересовался этой историей, он сказал, приходите сегодня, вот как есть, я все понимаю. Значит, они там ей даже какие-то раны обработали аптечкой. Я не помню, прошла она собеседование или нет, суть была в другом. Она рассказала, что ей дал этот случай. Она дома анализировала, что, ну понятно, во-первых, не ходить, как идиотка, в наушниках, когда ты, она шла и включила наушники в телефон, надо же наслаждаться, новый телефон, наушники. И она не видела, не ориентировалась, не слышала, занималась своими делами, вокруг не смотрела. Но дело даже не в этом. Она сказала, я смогла проявить характер. Я человек, который никогда характер не проявлял, никогда не говорил о том, что мне не нравится, терпел, все время ощущал себя жертвой, ощущал издевательство отчима, ощущала унижение в школе от каких-то учителей, от каких-то мальчишек, которые меня дергали за косички. Я человек, который смогла у вора отобрать телефон, нанести ему побои. И еще пришла на собеседование. И я говорю, а что изменилось? Она говорит, все. Она говорит, изменилось все. А что все? Говорю я. Она говорит, изменилась моя походка, изменился мой взгляд, изменился мой голос. У меня вообще голос появился. У меня голоса раньше не было. И она мне говорит, я была молью, а теперь я бабочка. Еще раз. Наташа Грейс никого не призывала, когда за вами побежали, отобрали у вас телефон и приставили ножик к горлу, вцепиться, разорвать себе с проволокой все, сломать руки, ноги, упать в квет и остаться в руках со своим кошельком. Вы понимаете, что история совсем не об этом? У тебя есть будущее, ты все можешь, слабость и болезнь превозможишь, горе перемелишь в муку, выгонишь из сердца тоску, многим немощным руками поможешь. У тебя есть будущее, ты все можешь. Ноги освежишь в родниках, не замерзнешь в стыных снегах, ты весь мир к себе расположишь, нежность и любовь приумножишь, ровные дороги проможешь. У тебя есть будущее, ты все можешь. Ты можешь, все можешь, можешь, все можешь, можешь, все абсолютно, Ты можешь У тебя есть будущее, ты все можешь, ты можешь, все можешь, можешь, все абсолютно, все можешь, ты можешь, 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 ты можешь, все можешь, 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 ты можешь, 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 ты можешь, 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 ты можешь, 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 ты можешь, 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 ты можешь, 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 можешь Марина Николя, Володя Габида, Юлия Шумихина. Есть еще определенная разновидность страха. Когда вы терпите от того человека, кого вы любите, или думаете, что любите, или думаете, что он вас любит, вам страшно потерять отношения, расположение, и вы стараетесь всячески угодить, ни в коем случае ревность не вызвать, недовольство не вызвать, что-то не сказать такое, что вы все время в ощущении того, что вы потеряете отношения, и только приговариваете. А я тебе еще не надоел, тебе со мной не скучно, ты меня не бросишь. Я знаю одну женщину, которая постоянно спрашивает своего парня, который сидит на диване, пьет пиво, ест эти ножки Буша, все жарит в каких-то вообще непонятных сухарях. Она вся там на диетах, занимается, изучает четверо детей. Ну что, ну ты меня не бросишь, ты меня не бросишь. И он ей, ну я же здесь. А ты меня любишь, ты любишь меня? Ну я же здесь. Еще раз, определенная разновидность страха. Если вы любите человека, это не значит, что вы должны терпеть, это не значит, что вы не должны говорить, что вам не нравится. Это не значит, что у вас не должно быть разговоров об этом, обо всем. Ртом нужно говорить. То есть род человеку дан, чтобы этим ртом говорить. И не катать в вату, не мямлить. То есть взять и сказать. Понимаете? И вот если человеку важны эти отношения, если он вас ценит, если он вас любит, он прислушается. И у меня на ютубе есть большое количество лекций, которые называются техники ассертивного или уверенного поведения. Вот там есть один из приемов ассертивности, называется разъяснительные беседы с родственниками. Дело все в том, что родственники наблюдают нас на протяжении десятилетий. И они привыкают к взаимодействию с нами. При родственниках мы ходим, не знаю, колени, вытянутые пузырями, какие-то там синячные шапочки в катышечках, вытянутые какие-то спортивные треники, носки с таким пальчиком, как у Чернышевского. У него денег не было, у него дырки на сапогах были. Но вот он чернилами палец красил, и как бы нормально. Там, я понимаю, хотя бы денег не было. Люди считают возможным вываливать самым, так сказать, близким. А же не близкие же нам, правильно? Буду сидеть там с соплей. Когда человек слишком много всего терпит, и угождает, и прогибается, все это плохо, во-первых, заканчивается, во-вторых, знаете, вот компрачикосы такие были, да, Виктор Гюго описал, когда детей покупали, там, например, у цыган, и выращивали их в кувшинах, во всяких приспособлениях. У человека деформировалось тело, и потом их, как уродов, показывали за деньги. И вот в таких компрачикосов, нет, компрачикосы – это те, которые это делали. В общем, я называю компрачикосами те, которые из этих кувшинов получились в результате. Эта деформация личности происходит, и человек превращается в мазохиста. Я сейчас там не беру варианта, когда вы сходили в магазин для взрослых, приобрели что-то, чтобы дома развлечься, внести какую-то новую волну. Хотя, если все протухло, знаете, не поможет. То есть одно дело какая-то игра в садо-мазо, и совсем другое дело, когда вы, по сути, своей мазохист терпила, и это нездоровая ситуация. Размышляя на эту тему, а также слушая в шикарном исполнении Марины Николя «Мазурку-Глинки», я вдруг поняла, что это два тянущихся действия – словесное и музыкальное – мазохист. Не тянитесь к тем, кто вас не любит. Поверните в сторону глаза тех не грейте, кто не приголубит, кто для вас бесплодная лоза. Проводите их улыбкой долгой, не печальной и без слез, не злой. Пусть они плывут, как лодки Волгой, к берегам другим, к себе домой. Не стремитесь к тем, кто вас не помнит, не бросайте сердце их ногам, не потеете в их каменоломнях, не мечтайте сжаться к их устам. Жизнь чужая вашу кровь не вспенит, разверните новый чистый лист. Не цените тех, кто вас не ценит, если только вы не мазохист. Марина Николя. Я однажды прочитала, что Петр Ильич Яковский поздно начал обучение в консерватории. И смотрите, какая здесь поучительная нота. Мы сомневаемся в себе, в своих возможностях, способностях, и это тоже разновидность страха. Страхи всегда ограничивают. Страх – это ограничивающее убеждение, это духовное искушение. И вот у него с отцом были достаточно понимающие отношения. Если вам будет интересно, вы можете почитать биографию, которую написала Нина Берберова. И, конечно, он получил домашнее образование, как многие тогда дети получали. Он умел и рисовать, и великолепно музицировать. И он знал основы сольфеджио довольно неплохо. И сочинял на какие-то домашние праздники, для домашних представлений, на Пасху. В других ситуациях по чьей-то просьбе сочинял свои пьесы, небольшие произведения. И отец, а также домашние, с удовольствием это всё слушали. И отец чувствовал, понимал, что это гениальные вещи, что, наверное, у них есть будущее. Когда он пошёл к учителю, очередной раз спрашивает, ну, может, всё-таки мы что-то просмотрели в Петруша? Может, всё-таки у него действительно дарование? Ну, что же он уже вырос? Может, всё-таки в консерватории? Он говорит, ну, папаша, ну, я же вам ясно сказал, у Пети таланта нет. Вот это вот у Пети таланта нет. Представьте, Пётр Ильич Яковский. Как тяжело ему давалась вообще его музыкальная карьера. Практически освистали его первые выступления. Я не беру его особенности личностные. То, что он пил, курил, был мод жестокий совершенно. И жил за счёт надежды фон Мэг. А фон Мэг содержала не только Чайковского. Она, например, помогала Врубелю. И была практически единственной, кто в тайне, в тайне осуществляла свою помощь. И нигде об этом не говорила. Это позже, уже после смерти Чайковского, всплыли письма, их переписка. И стало известно об её благотворительных делах. Но она помогала Врубелю, когда он был в психиатрической больнице. И помогала очень щедро. И финансировала лучших специалистов. Поддерживала, как могла. Вот за счёт неё Пётр Ильич жил. Жизнь сложная, судьба тяжелейшая. И умер он не совсем, скажем так, по-человечески. Потому что есть информация о том, что он, увлекшись одним молодым человеком, имея нетрадиционные наклонности, получил серьёзнейшую угрозу от отца этого человека. Ему было велено покончить с собой. Месяц ему давался на то, чтобы с собой покончить. А тогда была эпидемия кишечных инфекций. И он стал сырую воду пить. И целенаправленно заразился. И умер от этой кишечной инфекции. Потому что была и безысходность уже. В общем, всё шло к своему финалу. Но я сейчас вспомнила о Петре Ильиче, в ключе того, что он устроился работать в Министерство внутренних дел клерком, обычным клерком. И сидел, заверял какие-то нотариальные бумаги. Понимаете? Можете себе вообразить? Пётр Ильич, который сидит, разбирает закладные, какие-то договоры вот эти. И он, когда вчитывался в это во всё, уже другие по карьерной лестнице шли, кто одновременно с ним на службу поступил. А у него не получается. Везде его задвигают. Тоска, депрессия. На работу опаздывает. Приходить не хочет. Ноги не идут. И однажды у него развился такой невроз и такая депрессия, что смотрят, раз, документ пропал. Второй документ пропал. Ещё документа нет. И потом его застукали за тем, что он просто ест документы. Он понимает, что уже эти документы он ненавидит. Он не знает, что с ними делать. И он просто сидит и потихонечку, понимаешь, пока другие там в столовке, а он сидит потихонечку, кушает важную бумагу гербовую. И вот эта вот привычка, когда он нервничал отрывать кусочки бумаг, документы, паспорт съесть запросто, у него сохранилась на всю жизнь. Видите, как наше тело иногда умнее нашей души и мозгов. Оно борется, когда мы делаем не то. Прислушайтесь к себе. И если вы уже, может, вы бумагу не едите, может, у вас там нейродермит, вы до крови расчесываете, когда вам надо на определенную работу ходить. А вам страшно уволиться. Вы боитесь. Вы боитесь попробовать что-то новое. Вы боитесь бросить. Так что бояться-то? Мы же все, в принципе, смертники. Какое-то количество времени, месяц, год. Я не знаю, кто-то умрет через неделю, кто-то через пару дней здесь, в этой аудитории. Кто-то через лет 50. Откуда я знаю? Никто не знает. Когда мы вознесемся, смерть всегда приходит вовремя. И всегда не вовремя, вы представляете? Всегда вовремя и всегда не вовремя. Поэтому бояться нужно не того, что вас кто-то осудит, или вас не возьмут на работу, или вы не сдадите экзамен, или, Господи, вы признаетесь в любви, не примут ваше признание. Ну, значит, это просто не ваш человек. Зачем он вам нужен? Это не ваша работа. Для чего вам эта работа? Зачем вам это нужно? Слава тебе, Господи, что вас туда не возьмут. И я считаю, надо жить по принципу «Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть». Маленькое произведение, которое мы сейчас исполним, называется «Попутчик». Меланхолический вальс Доргомышского. Я вложила в это стихотворение смысл особенный. Ты никогда не знаешь. Бывает, человек с тобой на пять минут, а он в свою жизнь пришел и задержался. А бывает, мы надеемся с ним встретить в старость или родить детей, или хотя бы приятельствовать долго, а человек исчезает. И все люди в нашей жизни в той или иной мере попутчики. Кто-то на минутку, кто-то на полчаса в электричке душу излить, а кто-то на всю жизнь. Кто его знает? Может, вы мой рассветный лучик, а может, я вам божья роса? Может, вы для меня попутчик, но буквально на полчаса? Может, вы для меня потеря, а может, я потеря для вас? Может, я вам теперь поверю, а может, вы мне не в бровь, а в глаз? И никто на земле не знает, для чего мы родимся вновь. То замерзнет, то будто растает жизнь моя и моя любовь. Предрассветные дымки будут кутать небо шейным плотком, даже если меня забудут прямо сразу, а не потом. Ничего не изменится в мире, если мимо пройдешь меня. Мир не может кончаться в квартире и в убогости серого дня. Мы пройдем, он же будет, как прежде, белым светом и темной мглой. Для кого-то лучом надежды, для кого-то в сердце иглой. Может, вы мой рассветный лучик, а может, я вам божья роса? Может, вы для меня попутчик, но буквально на полчаса? Все очень трогательно, проникновенно, цепляет за душу курь и мозг, и все очень глубоко. Вообще, это первый раз у Натальи Крейз, знакома с ее творчеством, наверное, уже года три, но в этот раз и получилось, что как-то сама судьба, я посмотрел как раз такие видео про страх, мне его скинули, и это случилось буквально вчера, и решил, что надо прям, если как это все так происходит, надо просто взять, сделать и купить. Вот. И на самом деле, формат мне нравится, потому что тут не только как лекция какая-то, а можно отвлечься на творчество. И тут, знаете, какой-то своеобразный, какой-то выход в свет, можно сказать, где-то как эта культурная программа. Мы знакомы с Натальей с 2008 года. Я стараюсь всегда присутствовать на тренингах, потому что это удивительный человек, которого надо слушать, слышать и перенимать тот опыт, который у нас удовольствием делится со всеми слушателями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok